Всем бодрое утро! Вы смотрите авторскую ежедневную программу, которая так и называется Бодрое утро с Марией Мироневич. Прежде чем мы перейдем к теме сегодняшней программы, которую я подготовила для вас, надеюсь она вам понравится, хочу сказать большое спасибо всем, кто пишет комментарии, например, о том, что вам тоже так же, как и мне, не нравится сельдерей, потому что, честно, я думала, что я одна такая, потому что везде его советуют, это и супы сельдерея, и в салатах разнообразных, в общем, я его пробовала в различных видах употреблять, и ни один из этих видов не пришелся мне по вкусу, и я думала, что вот я одна такая, а все остальные едят сельдерей, с удовольствием худеют, и возможно это одна из причин, почему они снижают свой вес. Оказалось все не так, и что я не одна девушка, которая не любит сельдерей, поэтому большое спасибо всем, кто поделился этим в комментариях, вчера просто что-то я увлеклась про домашние дела и совсем забыла про это сказать, сегодня вспомнила, делала себе галочку, что про это нужно обязательно сказать, и, конечно, говорю. Еще, конечно же, хочу прокомментировать комментарий, немного тавтологии, Кристины, которая написала мне, что я, похоже, вчера была на зомби, и где моя губа. Сейчас я хочу, чтобы вы увидели, как выглядит моя губа, у меня вылезла простуда, герпес, и вчера утром все выглядело намного еще хуже, сегодня это немножко подзажило, и я вчера проснулась вот с такой огромной верхней губой, раздутой, красной, естественно, пунцовый, а нам, конечно же, нужно снимать, потому что это наша работа, мы блогеры. И я перепробовала все цвета помад, которые есть, если Кристина я покрасила, то и красной, казалось, как будто бы я кого-то укусила, именно поэтому у меня такие огромные верхние губы. Вот. И что мне пришло в голову сделать? Я взяла замечательный зеленый праймер, который меня выручает, когда бывают какие-то высыпания на лице, и сверху замазала, ну, зеленый снимает красноту, и сверху все еще это сдобрила консилером, и до того, как я донесла такой нейтральный блеск для губ, подошла к Сергею. Просто почему мне этот комментарий так понравился, потому что я посмотрела на себя в зеркало, и у меня и так светлая кожа. Я действительно была похожа, ну, по моему мнению, на зомби. Я подхожу к Сергею и говорю такая, Сергей, тебе не кажется, что я похожа на зомби? Он говорит, да нет, просто ты бледненькая, как обычно. Вот. Так что, Кристина, видишь, наше с тобой мнение совпало. Вчера просто и под кулинарное видео писали комментарий, где моя губа. Вот моя губа, с ней произошла вот такая неприятная болячка, но она, конечно же, пройдет. Итак, теперь тема сегодняшнего видео. Вот такое было долгое вступление. Кстати, пишите, как вам нравится такой формат или нет, с удовольствием прислушиваюсь к вашим комментариям, и пишите темы, которые вам интересно было бы обсудить вот в таком бодром утреннем формате. Сегодня мы с вами поговорим о курьезных и не только ситуациях, которые связаны с тем, что я весила очень много, мой муж весил, кстати, тоже очень много, и, конечно, о том, что мы, в конце концов, похудели на большое количество килограммов в каждой. Итак, начинаем. Первая история произошла давным-давно, еще когда у нас была только старшая дочка Даша. Она, кстати, еще ходила в садик. И мы с Сергеем, ну, естественно, с Дашей и всей семьей съездили в отпуск. Замечательно, в том числе, сытно его провели и вернулись. И, естественно, после отпуска Даша вернулась к посещению детского садика, и я прихожу ее забирать. И я, видать, после отпуска была такая румяная и пышная, что меня, как в каком-то, знаете, как в какой-то глупой комедии, где там начинают поздравлять с прибавлением в семействе, и девушка такая, упс, я не беременна. Так и меня поздравили, сказали, ой, так классно, что у вас будет еще один малыш. Я говорю, да нет, мы просто съездили в отпуск, и малыша пока не будет. Вот. С одной стороны, это было немного обидно, с другой стороны, это было смешно. Ну, в общем, такое и бывает. Кстати, пишите, бывали ли у вас такие ситуации, потому что, думаю, многие женщины с лишним весом с таким сталкиваются. Продолжаем. Да, самое крутое, это, наверное, топовый, просто действительно курьезный случай. В 2017 году мы, наконец-то, первый раз в жизни поехали отдыхать в Турцию, во все включено, и выбрали отель с аквапарком. Там действительно был классный, крутой аквапарк. Я до этого в аквапарке ни разу не была. Сергей тоже, ну и дети наши, естественно. Тогда уже была маленькая Злата, я была три годика. И мы, с одной стороны, очень хотели, конечно, побывать в аквапарке, с другой стороны, боялись, потому что я говорю Сергею, о боже, мы огромные, весим больше 100 килограммов. Вдруг мы наедимся там, в Волон-Крюзеле, и застрянем в аквапарке. Он говорит, ой, да ладно тебе, там бывает, ты побольше нас-то что не видела, и что у них там, аквапарк, наверное, рассчитан на какие-то, на разных людей, мы не самые толстые, так что не переживай, все будет отлично, ты нагоняешь просто. А у меня реально был дикий страх просто застрять в трубе, ну потому что это вообще жутко неприятно, ну и потом действительно стыдно. И самое интересное, что Сергей действительно, как опять в какой-то комедии, застрял в трубе в аквапарке. То есть там была такая труба, которая закрыта со всех сторон, и там тут льется водичка, которая помогает скользить, но в какой-то момент сила тяжести, которую Сергей прикладывал, перебила ту силу скольжения, которую давала водичка, и он просто застрял в этой трубе. И его выручили две девушки, мама и дочка, которые ехали. То есть они же, ну, видят, что человек зашел, поехал, и значит уже им тоже уже можно там через какое-то время ехать. Они-то не знали, что человек остался внутри этой трубы. В общем, они его подтолкнули. Это было, с одной стороны, стыдно, с другой стороны, реально весело. Мы потом очень долго смеялись, с ними подружились. Они тоже любили много поесть. В общем, как-то вот так проводили время. И, конечно, это, наверное, самый такой случай. Это было просто, я не знаю, взрыв, потому что мы очень этого боялись. И это, ну, как-то не то, что прям, я могу слышать, что я боялась там, но я просто про это действительно думала, что это будет, ну, как-то жутко стыдно. И это случилось, и вот как-то так. Так что то, что мы снизили вес, это огромный плюс. Следующий, да, следующий момент связанный, тоже небольшой конспект, следующий момент связанный тоже с Сергеем. Вот в тот год, когда были наши самые максимальные монументальные размеры, на нём действительно просто лопались в шортах, потому что он был просто огромный, у него был огромный просто живот, и одежда просто не выдерживала такой нагрузки, взрывалась. Это не всегда происходило где-то дома, поэтому периодически приходилось откуда-то ретироваться, и за одно лето на нём взорвались три пары шортов. Вот, следующий момент тоже очень интересный, я не знаю, может быть, вы как-то с такими ощущениями тоже сталкивались, или нет, пишите в комментариях, то, что когда мы похудели, машина реально стала свободнее. То есть у нас до этого была Сандера, и мы там вообще, то есть когда мы весили каждое по 120, мы вот прям, Сергей там сидел за рулём, я тогда ещё не ездила, и вот у нас прям локоть к локтюм, мы сидели в машине, вот так вот прижавшись, ещё когда в зимней одежде. Вот, потом мы купили Kia Rio, и, казалось бы, там салон побольше, хотя это тоже класс B, но как-то тоже вот тесновато. И в этом году, получается, уже когда мы ездили, учитывая, что я в зимней одежде, Сергей в зимней одежде, машина просто наша очень сильно увеличилась в размерах. Ну, естественно, потому что мы уменьшились, и, соответственно, в связи с этим в машине стало больше места, так что вот, так видите, машина изменила свои размеры незаметно для нас. Ещё такой момент, когда мы весили очень много, естественно, это не случилось просто так, как я всегда говорю, не ветром надуло, а потому что мы переедали и так далее. Мы ходили, когда, допустим, в кафе, у нас в Астрахани есть там несколько ресторанов, которые варят своё пиво, и у них, естественно, к пиву там разные тарелки с каким-то мясом, сухариками, рыбой и так далее, ну, такой ассорти. И оно там называется там на большую компанию, на всю компанию. И мы с Сергеем ходили вдвоём и заказывали вот такое ассорти. И периодически официанты нас спрашивали, а когда же прибудут другие участники, ну, потому что просто было понятно, что такое количество двум людям съесть, ну, как-то, ну, невероятно, что два человека могут съесть такое огромное количество еды. Теперь я действительно так же думаю, но раньше мы съедали, и это, конечно, не то, чем стоит гордиться, ну, вот, это просто к тому, как сильно меняется, во-первых, жизнь, и, во-вторых, к тому, как сильно можем мы сами измениться. Ну, и, естественно, наша жизнь, конечно, в частности. Следующий момент. Так, вот, про меня ещё хочу сказать, что не только у Сергея лопалась одежда, но и у меня. Причём был такой курьёзный случай, что я уже была в процессе похудения, но ещё до того, как мы начали снимать видео на YouTube, то есть я где-то больше ещё 100 килограммов весила, и в процессе похудения я не покупала себе то есть какое-то большое количество одежды. У меня были там одни джинсы, я их снашивала, покупала следующий там хоть на сколько-то, там, размерами на два меньше. И вот, у нас, значит, была запланирована встреча с друзьями, то есть они приходят с детьми, и мы приходим с детьми, там такое было кафе, где специальная детская площадка для детей, аниматоры, а просто могут посидеть и отдохнуть. И вот в таком месте у нас, значит, была назначена встреча. И у меня были мои единственные джинсы, потому что, вот как я говорила, выше я в процессе похудения. И я пошла, значит, у меня уже подошло время, пошла на педикюр как раз в этот день, когда у нас должна быть встреча, и когда я встаю с этого педикюрного кресла, такого реклайнера, и чувствую и слышу такой предательский хруст ткани моих джинсов. И я иду домой, потому что я понимаю, я не могу же сесть в маршрутку, там, как у меня голое тело, где-то, пока я иду, это еще незаметно. Вот, я, значит, иду домой и звоню Сергею, говорю, Сергею, у нас встреча, мне срочно, а джинсы-то эти у меня единственные, я говорю, срочно собирайся, я сейчас иду в торговый центр, ты тоже приезжай, будем покупать мне джинсы, я же не могу пойти без ничего. Сергей говорит, если мы сейчас поедем, мы не успеем, причем, ну, будем в каком-то там, таком ажиотаже и выбирать, толком не выберем или купим дороже и так далее. Он меня, в общем, поддержал, и у меня были спортивные тогда брюки, вот, я одела спортивные брюки, спортивную футболку, кроссовки, и Сергей тоже, в принципе, меня поддержал, то есть мы пришли такие в, ну, похожих нарядах, что вот мы такие прям спортивные, спортивные стакилограммовые ребята. Теперь следующие моменты, которые связаны уже с процессом похудения, с нашими ощущениями от этого процесса, ну, и какими-то ситуациями, которые вот показались нам интересными. Напишите в комментариях, показались ли они интересными для вас. Итак, кстати, момент этот есть на видео. Это когда в прошлом году я покупала летнюю одежду, я весила уже около, наверное, 90 килограммов, и я себе купила достаточно короткую юбку розовую, кто если смотрел, то вы видели этот момент. И продавец в магазине мне честно не хотела продавать эту юбку. То есть первый раз, когда я её просто взяла померить, она так и на меня посмотрела, на юбку в моих руках, говорит, эта юбка слишком короткая. Я говорю, хорошо, я так, я ещё просто, ну, честно, действительно удивилась, что продавца интересует, ношу ли я короткие юбки и так далее. Ну, ладно, в общем, я её пошла померила и встаю на кассе для того, чтобы её оплатить. Вот, и тут эта девушка, серьёзно, я не знаю, чем это вызвано, подходит ко мне и на меня так смотрит с этой юбкой в руках. Вы что, всё-таки решили её купить? В общем, вот странный момент, не знаю, с чем это было связано, но вот такое тоже было. Следующее, что, кстати, выглядит тоже очень интересно, это, ну, для всех окружающих, то, что мы с мужем равномерно практически толстели, то есть каждый из нас весил по 120 килограммов. И следующая, да, такая, действительно курьёзная ситуация, что худели, снижали свой вес, мы тоже равномерно. То есть не было такого, что один там остался в каком-то весе, другой похудел, нет. То есть мы равномерно были одинаково толстыми, и вместе это всё делали, и равномерно снижаем свой вес. То есть действительно для людей, наверное, которые нас знают, это выглядит странно, потому что мы сначала увеличивались, а потом уменьшались, и у обоих это происходило. Следующее. Да, что ещё очень сильно удивило, это то, вообще то, чего мы не могли ожидать, что нам периодически сейчас, когда мы похудели, и говорим, что весили 120 килограмм, люди не верят. Особенно это было, когда мы только начали вести канал, и нам поступало огромное количество комментариев и сообщений о том, что зачем вы врёте, такого быть не может, что мы весили 120 килограммов. То есть для нас это было действительно удивительно, потому что, ну, зачем нам говорить неправду, говорить про себя, что мы весили 120, хотя сейчас, да, век интернета, очень просто выяснить, где-то найти знакомого, друзей, родственников и так далее. Ну, если кому-то так сильно хотелось бы докопаться до правды, они бы, ну, в конце концов это сделали. Поэтому это честно вообще то, чего мы не ожидали. Это было удивительно, что теперь нам люди не верят, что мы, правда, весили 120. Следующее. Да, ещё один интересный момент, это то, что раньше мы очень много одежды покупали в магазине Спортмастер, потому что там есть марки, у которых одежда, там, и верхняя одежда больших размеров. И поэтому мы часто туда приходили. И когда мы приходили туда, часто сталкивались с тем, что, ну, все большие размеры уже разобраны, потому что они, как, наверное, не только у нас, но и других людей больших размеров пользовались популярностью. И нам часто помогал один и тот же продавец подыскивать, значит, одежду. И самое интересное, интересное, что в этом, так, нет, это было ещё в 19-м году, когда мы уже похудели значительно, где-то это было уже больше 50 килограммов, и мы пришли покупать куртку и мне, и Сергею. И самое интересное, что в этот раз нам нужны были, ну, обычные средние размеры, где-то, наверное, М, Л, ну, в зависимости от производителя. И этих размеров, потому что, получается, что средние размеры тоже больше всего разбирают, потому что больше всего людей, ну, средних, обычных размеров, их тоже было очень мало, и этот же продавец теперь нам подыскивал, ну, помогал подыскивать одежду. Я говорю, что самое интересное, я думала, когда была толстая, что вот, похудею, и тогда все размеры будут к моим практически ногам и всем остальным частям тела. А оказалось вот так интересно, что размеры по-прежнему приходятся выискивать, в том числе, и средние. Следующее. Что ещё хотела бы рассказать? Последнее, а то что-то видео у меня затянулось, много информации, я с вами делюсь, что сложно привыкнуть, несмотря на положительные изменения, сложно привыкнуть к своему отражению в зеркале, потому что ты кажешься себе, ну, маленьким иногда, иногда ты кажешься себе такой же толстый вроде бы, вроде бы тебя и живот, и бёдра, потом, конечно, смотришь на фото, особенно там на моё круглое, оно у меня и так круглое, но там просто было суперкруглое лицо, и понимаешь, что всё-таки, да, всё-таки процесс прошёл. И ещё такой момент, что осенью мы с Сергеем купили джинсы, такие обтягивающие, скини, наверное, их можно назвать. Вот. И он тоже, хотя это, да, положительные изменения, и он просто смотрит на себя в примерочной, он говорит, я вообще как выгружу в этих джинсах, а то у меня такие тоненькие ножки кажутся. Вот. То есть, с другой стороны, ты настолько был, ну, привык быть таким большим, огромным, объёмным, что потом чувствуешь себя как-то неуютно без сейты, возможно, там, какой-то брони или защиты. Вот. Сейчас вот только, наверное, когда уже где-то больше полугода у нас результат, да, там, минус 50 килограммов, вот мы постепенно привыкаем к своему новому внешнему облику, ну, конечно же, радуемся. Вот. Всё, что я вам хотела рассказать, буду уже заканчивать видео. Обязательно делитесь в комментариях, какие у вас курьёзные, либо не очень вообще, какие-то интересные, запоминающиеся случаи, связанные с лишним весом, либо с тем, как вы снижали свой вес, и окружающие люди на это реагировали. А, ещё вот один последний момент, что часто, ну, просто люди, которые знали, что я очень много весила, либо в комментариях, в личных сообщениях спрашивают, и спрашивают, так, Маш, ну, ты нам-то подскажи свой всё-таки секрет похудения. Это всё понятно, питание, режим, вода, там, вовремя ложиться. Ну, нам-то ты скажи правду. Ну, что ты делала-то секретного такого, чтобы похудеть? И когда я людям начинаю объяснять, что никаких секретов там нет, и быть не может, иначе бы все узнали бы секрет, похудели, и никаких бы проблем с лишним весом у большого количества людей не было. Вот. И когда я отвечаю, естественно, честно о том, что секретов никаких нет, обо всём я честно рассказываю, никакие секреты отдельно не продаю, не предлагаю, и так далее, тогда, конечно, общение прекращается, потому что, ну, я на самом деле точно тоже так много времени хотела найти какой-то эксклюзивный, специальный секрет похудения, оказалось, что всё-таки приходится работать для себя и для своего здоровья. Так что пишите в комментариях, бывали ли у вас какие-то интересные случаи, я уверена, что да. Делитесь ими, это очень важно для других. И, конечно, если вам нравится такой формат, обязательно оцените нашу работу, поставьте, пожалуйста, лайк, и если не подписаны, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, для того, чтобы не пропускать новые интересные видео. Всем бодрого утра! Бодрого утра! Так, ещё раз. Всем бодрого утра! С вами была бодрая утренняя Мария Нероневич.